Телеканал КРТ представляет Политику такой, какой она есть А она есть всегда одна Что это Финансовая структура Которая имеет Целью получить Сполна свои деньги, но одновременно И навязать определенные Условия, ну якобы Беспокоясь о том, что Если она не навяжет такие условия То тогда уменьшаются Гарантии возврата Ну такая есть легальная точка зрения Хотя безусловно в мире Ничего просто так не бывает В мире любое действие Любой страны это попытка Влияния на ее политику В своих интересах И поэтому страны, которые Находятся вокруг МВФ, которые Влияют на МВФ, хотят естественно Оказать влияние на Украину Ожидать какой-то Любви между странами Или даже какой-то дружбы Я слово даже искренней дружбы не произношу Это уже, это немножко Знаете, как-то из Романтики прошлого Есть То есть существуют только интересы между странами Не нужно никогда преувеличивать ничего А если посмотреть на сайт МВФ Там декларація у них довольно таки гарна Вони там рассказывают, что их мета Головное не прибуток отримати Не повернути гроші А макроэкономичную стабильность Если посмотреть на их официальные заявки А макроэкономичную стабильность Мы хотели бы, чтобы ваша страна ослабла Чтобы мы больше захопили страны, которые стоят за МВФ То есть правильные страны Ваш рынок Нам очень нравится, что капитализация ваших компаний падает Таким чином мы дешевше их по капитализации купим И в связи с тем, что вы будете в очень слабой стране То вы за бесстынь продасте нам земли А мы будем только пытаться, чтобы вы продали их в прямую А не какими-то посередкованными шляхами иноземцям Ясно, что так не будет никогда написано Вы, как досвеченный политик, можете читать между рядов И вам, в принципе, зрозумело, что за красивыми словами Там совсем другая информация В политике я всегда обращаю внимание на какие-то новости Сразу с конца А кому это выгодно? Другого подхода нет Это не только сейчас Это известно еще в старой древней правовой системе Так обычно определяли Если случается какое-то серьезное событие или конфликт Сразу определяют, а кому он выгоден? И вот так или иначе Или где зарыты деньги? И вот там именно находится ответ на все вопросы Конечно же, я не хочу обвинять МВФ Это просто неконструктивная вещь Организация работает в своих интересах В интересах, еще раз повторю, тех стран, которые и являются учредителями Но что у меня... Действительно, МВФ, как скорая помощь Как организация Какие-то моменты Если долго не садиться на эту иглу Она, безусловно, может оказывать помощь Помощь, но это кратковременная помощь Что больше всего не нравится в МВФ Не только мне, а то, что понимают все Сколь-нибудь более или менее грамотные аналитики У нее шаблонный подход к любой стране Что к африканской остальной стране Правда, там уже много стран Уже по некоторым параметрам выходит вперед По сравнению с нами И к такой стране, которая имеет И ядерные технологии И еще космическая отрасль Способность создавать ракеты И страну, которая способна работать В самых актуальных направлениях биомедицины А она поступает вот так шаблонно Смотрит просто на какие-то балансы На какие-то универсальные, примитивные формулы Хотя каждая страна Она, безусловно, особая И любой экономический рецепт Должен быть отдельный Свой для каждой страны И вот тут задача любого правительства Эту рецептуру полностью формулировать Какая должна быть для своей страны А дальше смотреть Насколько вкладывается в нее Совпадает или не совпадает А может рецепт один Лекарство дашь другое Оно только вред принесет Правильно? Так точно и СМВФ В каких-то случаях это полезно В большинстве случаев Которые наблюдались в нашей истории Это, безусловно, является Даже часто очень наносится вред Вот возьмем, например, кризис 2008-2009 года Де-факто вместо того, чтобы построить Свою антикризисную программу Я помню, сам собирал Общественные форумы Украинский форум собирал Ведущих экспертов страны Мы создавали антикризисную программу Интересно смотреть даже Это есть публикации такие Тем не менее, наша антикризисная Программа, представьте себе Она была заменена Программой Международного валютного фонда Удивляемся ли мы после этого Что наша страна упала Только тогда на 15% Это неудивительно Но если страна падает Это означает, что она становится Привлекательной для чужого капитала Для чужих интересов Потому что она ослабляется Это на самом деле Это еще означает Когда страна падает Обесценивается денежная единица По сравнению с долларом Это означает По сути, из страны Выкачиваются деньги То есть идет ослабление Финансовой страны Если курс падает Как скажем В 2014 году Это по сути было Ограбление Украины Когда в три раза упал Тогда ослабилась Гривня по сравнению с долларов И такие процедуры Делаются очень умело Сознательно И технологии отработаны уже Но это неможливо было бы Сробить без своих людей В Национальном банке Украины Ну да Национальный банк Это отдельное государство Только оно явно То, что делает Национальный банк Оно явно работает Не в интересах Украины Ну казалось бы Даже прямо записана Его обязанность Коллеги, ну хорошо Вы отдельное государство Повлиять никто на вас не может Вы регулятор там Хорошо Но у вас есть Конституционная задача Поддерживать стабильность Денежного курса Ведь это есть Основа планирования Для тех же промышленных предприятий По кредитной политике По возможности Рассчитывать на свои Оборотные средства Для того, чтобы запускать Новые производства А они играют курсом так В интересах тех Кто покупал эти ОВГЗ И как правило Это покупали не наши Так сказать Граждане А иностранные Финансисты Поэтому Так уже работать Против страны Как это Национальный банк Наш делает Это еще нужно умудриться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова